Добрый день, дорогие коллеги! Как модератор я воспользуюсь этим своим преимуществом и позволю себе сделать доклад. Старался сделать его покороче, но настолько много сегодня у нас, с одной стороны, проблем совместных, с другой стороны, идей и перспективных возможностей. Министерство наше разработало ряд инициатив, о которых мне хотелось бы вам рассказать и получить вашу поддержку. Хотя, честно говоря, я смотрю на зал, сравниваю с прошлым годом, ощущение, что мы в атаку идем, и кризис выкосил наши ряды. В прошлом году мест заполнено было намного больше, поэтому я вдвойне рад приветствовать тех, кто сегодня присутствует на этом очень важном форуме. И нужно отметить, что сегодняшнюю нашу сессию посетили достаточно уже известные, зарекомендовавшие себя и представители власти, и бизнеса. Сегодня мы поведем разговор о самых актуальных и интересующих всех нас в вопросах развития торговой отрасли. И очень хочется, чтобы прозвучали не только проблемные вопросы, но и были обозначены всеми нами совместно пути их решения. Уже говорилось о том, что 2015 год нельзя назвать легким для отечественного бизнеса в целом, ну и для ритейла в частности. Жизнь стала дороже, это факт. Мы это с вами понимаем не только как люди, которые занимаются управлением в своих сферах, но и просто как обычные потребители, которые каждый день, ну или кто-то чуть реже ходят в магазины. И, безусловно, меняется потребительское поведение наших граждан, наших домохозяйств. Это отражается на торговом бизнесе, и он должен своевременно и адекватно реагировать на эти вызовы. Мы, как федеральный регулятор, отвечаем за формирование государственной торговой политики и ее нормативно-правового регулирования. Мы ориентируемся в своей деятельности не только на интересы потребителей, но и на интересы предпринимателей. И прекрасно сознаем, что эти интересы совпадают. В декабре прошлого года, как вы, наверное, уже знаете, была утверждена стратегия развития торговли в России. Цель этой стратегии – прежде всего создание условий для формирования комфортной среды и для граждан, и для предпринимателей. Основной вопрос, о каким образом мы собираемся это делать, я скажу, прежде всего через развитие многоформатной торговли в нашей стране. Мы полагаем, что априори у нас нет нецивилизованных форматов торговли. Возможно, внешний вид каких-то отдельных торговых элементов может вызывать нарекания, и с такими, безусловно, нужно расставаться. То, что сегодня и делают в регионах. Но мы, в свою очередь, конечно, хотим, чтобы торговых мест было как можно больше, чтобы торговля была высококачественной во всем ее многообразии, и чтобы как можно больше успешных представителей торгового бизнеса могли осуществлять свою деятельность. Я, открывая саммит, кратко расскажу о некоторых мероприятиях, которые мы сейчас реализуем. И, кстати, хочу особо подчеркнуть, что мы работаем открыто, и при принятии решений всегда взаимодействуем, консультируемся, обсуждаем все эти вопросы с профессиональным сообществом. Ну, раз уж я обмолвился про важность развития многоформатной торговли, то начнутся изменения в законодательстве, которые мы готовим по отдельным форматам. Мы уже рассказывали, что министерством готовится законопроект по нестационарной и мобильной торговле. Это будут изменения в действующей закон о торговле. Мы считаем, что потенциал подобных форматов должен использоваться максимально, но, прежде всего, потому что это не требует каких-то огромных инвестиций. И дополнительного стимулирования предпринимательской активности, с одной стороны, с другой стороны, открывает канал избыта нашим небольшим производителям. Предприниматели, которые хотят работать в этой сфере, они говорят об одном – создайте для нас, пропишите для нас прозрачные условия, прозрачные правила, чтобы во всех регионах это было единообразно, чтобы нас не гоняли, чтобы к нам не относились предвзято. Дальше мы ничего не просим, мы все сделаем сами. На прошлой неделе мы провели первую в истории выставку мобильной торговли, на которой были очень интересные исполнения автолавок, футраков, других форм мобильной торговли. Выставку посетил представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Могу сказать, что мобильная торговля его, несомненно, заинтересовала. И вообще он был, на мой взгляд, даже удивлен разнообразными возможностями нашего и автопрома, и торговли. Уровень готовности законопроекта высок, его поддерживают крупнейшие общественные организации предпринимателей, поддержал Борис Юрьевич Читов, полномочный по правам предпринимателей, выступил за скорнейшее его принятие. Мы получили отзывы от федеральных органов власти, более 50 регионов поддержали, кто-то дал замечание, но, в принципе, концептуально у нас особых расхождений здесь нет. В целом, практически все поддерживают. Надеюсь, что скоро мы его уже внесем. Кроме того, мы готовим новые нормативы минимальной обеспеченности населения торговли, которые также направлены на развитие многоформатной торговой инфраструктуры. Будет пересчитан общий норматив, который стимулирует развитие всех объектов, в том числе торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и других. Мы будем вводить дополнительные нормативы, которые касаются небольших магазинов у дома, которые касаются нестационарных торговых объектов и розничных рынков. В отношении рынков мы также планируем внести изменения в законодательство, создавать условия для их развития. В первую очередь, это касается, конечно, сельскохозяйственных рынков. Мы в законе определим четко понятие такого рынка. Прежде всего, это, конечно же, объекты, где продаются сельхозтовары, осуществляя ветеринарные и фитосанитарные контроли этой продукции. Вообще, мы считаем, что система создания рынков, особенно сегодня, должна быть упрощена. Если есть объект недвижимости в виде какого-то здания, сооружения, либо земельного участка, если в соответствии с градостроительной документацией в регионе, а здесь предусмотрена такого рода предпринимательская деятельность, то порядок должен быть заявительный. Не должны создаваться никакие препоны для предпринимателей, потому что это, еще раз повторяю, мы считаем, один из основных каналов сбыта, прежде всего, для наших малых сельхозтоваропроизводителей. Также мы продолжаем активно работать с регионами по поводу ярмарочной торговли. Правила должны быть также просты и понятны. Не должно быть проблем в получении мест на ярмарках. И хочу сказать, что те регионы, которые уже к нашим рекомендациям прислушивались, а мы такие методические рекомендации направляли в регионы, сумели получить уже положительные результаты. Мы пока еще для себя определяем, необходимо ли здесь такие делать фундаментальные изменения законодательства, либо сделать некую косметику. Сейчас мы смотрим, что происходит в регионах, какая практика. После этого уже будем готовить сам проект изменения нормативно-правовой акты. Кроме того, я бы хотел еще отметить, вы, наверное, это знаете не хуже меня, а, может быть, даже лучше. В настоящее время общей проблемой для сферы торговли является серьезный дефицит торговых площадей. У советской застройки, у новой застройки большинства городов и поселений есть специфика. И она состоит в том, что за исключением исторических центров городов у нас практически отсутствует важнейшая составляющая инфраструктуры торговли и общественного питания, которое есть в городах мира – это стрит-ритейл. Изменить ситуацию возможно. Да, это длительная работа, это работа по изменению градостроительных норм, это работа по изменению практик, по изменению подходов. Российские города должны быть насыщены качественными нежилыми помещениями, которые предназначены для потребительского рынка всех форматов. Поэтому мы сейчас организуем на базе прав комиссии по малому и среднему бизнесу специальную рабочую группу по торговле, в рамках которой будем обстоятельно решать этот вопрос с коллегами из профильных ведомств, с экспертами и, конечно, с бизнес-сообществом прежде всего. Еще одна тема, которую мы вместе должны вывести на новый уровень – это саморегулирование в торговле. Для развития этого механизма необходимо закрепить в законе о торговле минимальный набор положений о саморегулировании в виде ключевых принципов и основных процедур. Ну а самое главное, мы считаем, и мы это уже обсуждали достаточно широко, это создать совет рынка. Мы за основу берем уже отработанные механизмы взаимодействия решений, которые приняты в рамках подписанного многими кодекса добросовестных практик. Для членов сайта рынка как для ритейлеров, так и для поставщиков посредством механизма саморегулирования будет сохраняться действие режима закона о торговле. Но я хочу сразу сказать, для тех, кто не последует принципам саморегулирования, будут вводиться ограничения, причем ответственность будет предусмотрена как для розницы, так и для поставщиков. В качестве примера, то, что мы сегодня обсуждаем, для розницы это могут быть ограничения по ассортименту продаваемой продукции, по режиму работы, по срокам оплаты за поставленный товар, а для поставщиков, но также могут отменяться, например, гарантии по срокам выплат за поставленную продукцию, ну и многие другие могут быть ограничения. Еще хочу остановиться на проекте, разработанном министерством, который называется программа дополнительного питания «Продуктовая карта». По этой программе мы предусматриваем, что будут зачисляться средства на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении своего питания, в более сбалансированной продуктовой корзине. Касаться эта программа будет только продовольственных товаров. На непродовольственные товары она распространяться не будет. Участники программы смогут тратить их в магазинах только на определенные продукты питания. Это свежие, скоропортящиеся продукты и еще главные условия – отечественного производства. На импортное продовольствие потратить и средства будет нельзя. Эти средства нельзя будет накопить, они будут сгорать, потому что необходимо, чтобы эти средства попадали в оборот и оборачивались в экономике. Финансирование предполагается из федерального и регионального бюджетов. Граждане также, мы предполагаем, смогут зачислять на эту карту свои средства и тогда иметь от государства бонус в размере, но мы рассчитывали где-то примерно 50% от зачисленных своих средств. Мы пока сделали предварительные расчеты. Количество потенциальных участников программы по нашим подсчетам – это порядка 15-16 миллионов человек. По нашим, опять-таки, предварительным расчетам – не факт, что они будут, эти цифры, такими на старте программы, потому что, несмотря на то, что за рубежом такие программы уже активно работают, в общем, у нас это фактически пилот, такой некий стартап, но по предварительным расчетам необходимо 240 миллиардов рублей. Мы предполагаем, не предполагаем, а так оно и будет, в программе смогут участвовать объекты розничной торговли всех торговых форматов, будет единственное требование к торговым объектам, они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет, так или иначе, администрировать один из крупнейших наших банков. У данной программы большое количество плюсов, но, во-первых, мы считаем, что ее внедрение окажет благотворное воздействие на симулирование потребления свежих продуктов, как я уже говорил, прежде всего, не прежде всего, а отечественных продуктов, поддержку торговли, производства, укрепления продбезопасности и многие-многие другие положительные эффекты. Мы проводили, как я уже говорил, изучение аналогичных программ адресной продовольственной помощи. Как показывает практика, экономический эффект программы может способствовать дополнительному росту внутреннего валового продукта. И мы рассчитали, что каждый рубль, вложенный в программу, оборачивается в экономике регионов, и не только регионов, а вообще в экономике страны, несколько раз, начиная от конечного продавца, от рецеллера, и заканчивая даже не только сельхозтоваропроизводителем, но и производителями удобрений, комбикормов и многих других компонентов, необходимых для сельхозпроизводства и для производства продовольственных товаров. Что еще хотелось бы сказать уже в заключении, коллеги. У нас торговля никогда особой такой страстной пылкой любовью со стороны населения журналистов не пользовалась. А сейчас, когда ситуация экономическая непростая, когда мы с вами вместе переживали такой существенный рост цен на продовольственные товары, к сожалению, эта ситуация только усиливается. Мы в итоге видим с экранов такие страшные сюжеты, рассказы о том, что у нас наценки в тысячу процентов на товары в первой необходимости, про то, как торговые сети вынимают последние деньги из карманов наших граждан, прежде всего социально-приоритетных категорий населения. Но что касается нашего министерства, то мы стараемся работать публично, рассказывать о том вкладе в экономику и качество жизни людей, которые торговля вносила, вносит и будет носить. Надо сказать, что из всех отраслей, которые есть в принципе в экономике, торговля – единственная отрасль, которая не получает ни копейки субсидирования, ни копейки средств из ни федерального, ни регионального бюджета. Торговля развивается сама. Торговля – это, по сути, курица с золотыми яйцами, которая при любых экономических условиях даёт хороший дополнительный доход во внутренний валовый продукт, обеспечивает занятость. Вчера читал аналитику. Одна из наших крупнейших сетей, кстати, уважаемых. Здесь я никому рекламу не сделаю. Магнит показала первый результат по приросту занятости населения, а впереди в том числе и Газпром. 40 тысяч человек. Я думаю, что и все другие сети тоже показывают рост, несмотря на то, что мы видели показатели падения, и мы это прекрасно понимаем, потребительского рынка, изменения спроса наших домохозяйств. В общем, это серьёзный показатель. Ну и, конечно, доходы в бюджеты всех уровней от торговой деятельности, от вашей сферы, они действительно значительные. В общем, торговля всегда в лидерах. Поэтому я ещё раз хочу сказать, мы не будем всегда против того, чтобы за счёт одной отрасли, вставляя ей палки в колёса, пытаться развивать в отрасли другие. Все отрасли должны развиваться в кооперации. Если на прошлых форумах очень часто ставился вопрос о том, что торговля использует свою рыночную силу, диктует свои правила поставщикам, то на сегодняшний день, мне кажется, ситуация изменилась, с учётом того, что импорт сильно упал на 40%. И кто доминант, а кто сабмиссив, это ещё большой вопрос сегодня, когда мы говорим о торговле и о поставщиках. Поэтому я тоже хотел призвать вас, коллеги, открыто работать со СМИ, свою позицию разъяснять, помогать получать всю необходимую информацию, не скрываться, не прятаться, не отказываться от комментариев. Даже если были какие-то неприятные сюжеты, неприятные публикации, надо всегда открыто рассказывать о том, что происходит. И тогда, в общем, о нашей отрасли с вами будет создаваться нормальная положительная картинка, и мы будем от этого все чувствовать положительный эффект. Спасибо. Записано в студии Саундсервис Саундсервис Саундсервис